Значит, здесь у нас разбавитель домашней краски, кисточку там не моем, нет, одник, это только разбавитель. Давай потом благоустроишься. Значит, взяла влагу, взяла белильца, сделала мокрую сметану, взяла голубильца и полностью избавилась от белого. Выштриховала весь холст. Вот такой вот сметанкой мокроватой, вот такую консистенцию нашвырять на холст. Причем, вещества от краски должно быть столько, когда ты наберешь, ты в небе ее вот так придавишь, если есть что придавить, значит ты на верном пути. Даже видишь, на краях формируется излишек. Значит, ты на верном пути. Вот такое количество краски полностью избавиться от белого. Давай, нечего придавить, да. Нет, ты не придавила, ты побрила. Твоя задача, чтобы краски было столько, чтобы было, что придавить. Значит, в небочке вот это все должно быть придавлено, вот так, придавлено. Не побрито, а придавлено. Ты придавил толстую частеньку, когда я не несу краску. Ты наберешь краску в таком количестве, чтобы на всем холсте можно было бы придавить эту краску. Потому что мера краски, которая нам нужна, ты ее сама сейчас не можешь определить. Поэтому вот тебе инструмент для определения, хорошая у тебя мера на холсте или недостаточная. Хорошо? Дальше после этого двинешься так. Возьмешь голубизны потемнее, плюс розовизну. Эту промокнуть в тряпку, она мешает. И создашь идею лежачей плоскости. Дополняя белилами, дополняя розовилами, вот здесь розовый у нас живет. И тогда накидаешь идею множества и при этом лежачей плоскости. Множество формируется за счет неровности штриха. Белило себе только выдави, вон они там. Твоя задача штрихом, пощупай. Вот этим штрихом распределить, раздавить, как бы упаковать краску в этом небе. Лишнюю сдать. Здесь промокнуло, да? Лишнюю сдать. Вот оно, вот оно. Ты просто так не делала, ты же при мне уже сделала так. Это все так ошибаются, сразу начинают шпатлевать. Либо брить, либо шпатлевать. Поэтому нормально это ошиблось, как все нормальные люди. После этого жду от тебя вот этих действий. Что касается дальнего плана. Пока никаких зеленых. Несколько заниженно, несколько заниженно наберешь дальний план. Не пытаешься сначала край нарисовать, а снизу начинаешь поднимать, озираясь, не подняла ли ты слишком высоко. Хорошо? И вот такое дымчатое пока будет сидеть на холсте в этом месте. Потом мы с ним будем разбираться. Нам еще вот здесь нужно поразбираться. Значит разобраться с этим и разобраться с этим. Как укладывать облака, я покажу. Но после того, как ты полностью разберешься с этой кладкой. Дополнишь вот этими вещами. И чуть-чуть голубой-коричневый. Голубой-коричневый. Вот этими вещами. Вот такими. Да, вот такими. К моему прикладу. Ну, сам мазок нормальный, но они разного размера. Скачут немножко. Есть такое, да? Нет. Все более синенькие вдали. Все более синенькие. Потом берешь царапу и царапкой достаешь светлые проявления камней разного размера. Разного размера. Есть такое там, да? Разного размера камушки. Это прикольно. Уже понятно, да? Свет-тень. Свет-тень уже понятен. Потом кистью небольшой дополнишь разбелом коричневого. Тоже с голубиной чуть-чуть. С легкой теплиной дополнишь. И не обязательно все закрасить. Смотри, я не все закрасил. Частично может даже остаться разной тональности брать. Одни чуть светлее, другие чуть смуглее. Да? Вкусненько? Молодец. Потом к этому возьмешь белильца. Чуть-чуть тоже с коричневильцами. Чуть-чуть подпачкаешь коричневильцами. И уже струями вот такими, струнами, струями, ковриком вот таким, ковриком, который белизной, самый активный именно вдоль камней, уложишь и протянешь туда под волну. Смотри, прямо ковер. Ковер вот такой. Порванная ткань лежит. Правда? Угу. Вот сюда смотрим. Вот сюда. Коричневый, голубой. И вот эту темноту волны. Темноту волны. И, смотри, раз, и у нас появляется нахлобучка поднятость волны. Да? Смотри. Поднятость волны. Вот такая поднятость. Еще дополним темнотой. Но именно вот по этой траектории. Вот по этой. Хорошо? А сверху чуть светлее траектория наезжающая. Есть там такое, да? Смотри, как они. Одна другую дополняют. И как это водяно. Правда? Дополнишь чуть-чуть вот этими струями. И так потихонечку начнет слепливаться. В небе у тебя розовые облака. Разгребешь ситуацию на палитре. Возьмешь белизну розовизну. и вот такими дракончиками уложила, вытерла, раздавила. Оно вписывается прямо в среду неба. Да? уложила дракончика и раздавила. Но постоянно вытираешь тряпочку. и так далее. Потом более темными, смугловатыми, несколько грязноватыми, голубой, розовый, сиренево, сиреневиной. немножко вспоможешь теневыми и тоже пораздавливаешь. Хорошо? Ну и когда налепишь этих цветовых настроений, так более-менее можно будет подсказать. Очень терпименько. Так, может возьмем побольше? Сейчас попробуем больше. Мастихин взять. Чтобы этот процесс вот такое. Помнишь, мы еще подтирали вначале, да? То есть тоже приемчиком можно воспользоваться. Полина никак, да? Никакого-то движения спит. А у нее задача была, да? Угу. и снова светлотики. Да, да, да. Ну, светленький. Можно вот этот светик взять. Можно плюс желтота чуть-чуть. Но больше в пользу розовизны. Загоняешь, раздавливаешь. Смотри, что делается. Прямо раздавливаешь туда. На мелких облачках это полегче делать. Ну, с крупными чуть-чуть придется повозиться. Обычно, когда вот такую вдали мелкую ерунду делаем, то она сразу села и как родная. Правда? Угу. С крупными поверхностями чуть сложнее, но просто чуть-чуть по... поутруждаться. в укладке этой навязать. Вот они. Вот они раздавленные. Тонковатые. В том числе можно пальчиком чуть-чуть вспомогать. Вот так чуть-чуть вспомогать. И тоже, если что, еще раз придемить. Аж сюда, да, вот эта розовость должна зайти. Аж сюда. Так, каменюки очень хорошие, но прибавим к ним небольшие звучания цветов. Смотри, вот я и красноту взял. И чуть попридавливаю. Чуть попридавливаю. Прикольно? Угу. Ой, какие хорошенькие. Аж жалко прикасаться. Чуть-чуть светика еще. Чуть-чуть. Вот они. лучше несказательные. Живись. Да, чуть-чуть светик. Причем здесь светик вырывается из-под теневой. А вот на соседней работе пока я делал, я там проговорил эту мысль о том, что свет из-под теневой создает эффект пространства заслоненностей. Поэтому эту идею здесь на большом камне, а там на нескольких мелких можно еще раз повторить. Какая-нибудь спинка камня, из-под нее свет туда. будет эффект ступеней заслоненности. Так, значит, моречка. Моречка там достаточно педантично рисована, но у нас нет с тобой возможности на этот педантизм. И главное, что, честно говоря, новичку трудно объяснить, как добиться того, что ты там видишь. Поэтому лучше мы создадим идею густого. Густого. И в него, в это густое, начнем вписываться вот так. Вот так, создавая эффект множества густотой краски. Вот сама густота, сама по себе, уже создает идею идею морской ряби. Вот она, вот она. Согласна, да? Вот прямо ощупать. Мазок выглядит так. Чирк, чивяк. Чирк, чивяк, чирк, чивяк. И появляется это кашистое состояние. Хорошо? Дякую так. Хорошие. Очень. Прямо камни к тебе к лицу. Ну, в смысле. Отлично. Идеальные камни. Первый раз такое. У тебя опыт рисования какой? Гошу руки дома. Дома, да? И Тунаховский первый раз. Ясно. Ну, супер. Ну, надо же такие камни было сделать. Шикарные, там, роскошные. Даже здесь развяжутся художники много. Конкуренция. Мамять. Я сделаю. свет из-под теневой. Свет из-под теневой, причем он по лежачей плоскости, да? Это же лежачая плоскость. Немножко лежачих усилить идей. Лежачих. Лежачих идей усилить. Да? Лежачих. Чуть-чуть, может быть, темнотиков добавим. подрезанностей. С этой стороны эти камни подрезаны. Правда? Вот так они валяются на плоскости. вот так они вторгаются туда внутрь. Да? Вот они вторгаются. Так. Очень несъедобно. Несъедобно. А почему? Где раздавленность? Да вот я только не хотела с яркости, которая у вас на раздавленность не появляется в этой яркости. Так я же цвет клал. Я же цвет клал. А ты грязюку какую-то клала и думала, что за счет вот этой бахромы что-то получится или не получится. Молотова, у тебя даже условий для этого цвета не было. Смотри. Создаем условия. Где у нас белило? Белилами тоже толком не очень устроено пользоваться. Это да? Здесь. Почему он не не как ты не скажем что-то в Цвет, да? Смотрите. И раздавленность. Значит, еще раз попробуешь этот способ? Хорошо? Ага. Ничего, ничего. Я помню о том, что тебе не только облака нужны. Чуть-чуть. Вот оно. В том числе, да? Ну, может, я пережелтил. Положишь здесь менее желтый. Так, потом возьмем вот такое. Чуть-чуть вот эти теневые вот так потревожишь, чтобы они все немножко вот такой шторочкой свисали. Хорошо? Пустая кисть пустая, но обязательно на раздавленную краску. На раздавленную. Вот такое чуть-чуть. Вот такое. И будет вот эта вот динамика. Эту динамику тоже можно будет чуть-чуть попридавить. Но легкая полосатость в косом характере сохранится. Не забывай, что можно пальцем возвращать где-то. Возвращать. Домоделировать. Хорошо? Вот они. Дым. Дым. Идея облаков, идея дыма. Для дальничка возьмем синячку уточним, силуэтики уточним, силуэтики уточним. Потом возьмешь коричневый, может быть чуть-чуть с красненькой, посадишь вот эти вот вещи. Потом голубой-коричневый посадишь зеленцу. Не зеленым сразу, да? А вот голубой-коричневый. Он дает как бы холодный цвет дальнего. Вот такое. Вот такое. Накидаешь, накидаешь. Потом уже сверху на это, с легким намеком на желтоту, только намеком, доложишь светлотики на зеленом. Чуть-чуть, чуть-чуть. Ты видишь, оно все в рамках дальника. Иначе зеленый, будучи слишком ядовитым, почему нам нужен был голубой? Чтоб оно вписалось в голубизну. Тогда оно садится туда, вдаль. То есть, видела, я даже с продрисью укладывал, правда? То есть, это не плотное закрашивание. Потом немножко возьмешь что-нибудь не вполне розовое и дополнишь, дополнишь вот этими звучиками, дополнишь идею камней берега. Здесь несъедобно, не знаю, как ты это делала. Чирк и чвяк. Чирк и чвяк. Плашмя мастихином. Чирк и чвяк. Никаких вот этих вот концом мастихина не делать. Плашмя. Плашмя, чирк и чвяк. Ты делала кончиком. Плашмя. Плашмя, чирк и чвяк. Ну и кроме голубого, мы видим там розовый. Подложите его. Вот эту розовиночку закатную подложить. Ладно? Да. Повкуснело, да? Да. С розовинкой сразу. И вот это, ты же так и не попробовала ни одного движения. Ну ты же видела вот это движение. Вот это. Рука делает не только такой простой холд. Рука способна и на такое. Давай. Уложить это же. То есть дымчатую атмосферку. Я скорее выедаю краску. Выедаю. Распределяю. Ну и вот такой дымчато-образный характер укладки. Немножко со штрихом. Штрих в меру. Он, видишь, создает некоторый нарисованный характер. Что по-своему неплохо звучит. И даже в импрессионизме просто здорово звучит. В этом есть организация пространства, организация пятна, пустого пятна. То есть появляется вот этот дымочек. Естественно, перестраиваем все, потому что частично номер... Ну, это все должно быть едино. Теперь у меня как бы вот такой характер, да? На вис шести облаков. Легкая везьба. И уже кистью доберем розовинки. Подпустим. Попробую сейчас вот этот номер. Чуть-чуть вот кистью. Смотри, совсем лежачая кисть. Не бороздю, а еле касаюсь. Чиркательно укладываю. Чиркательно. Вот оно. Вот оно. Такой мерцательный характер. Правда? Угу. Вот такой мерцательный. Вот такой. Где-то можно усилить звучание освещенности. Особенно в центре композиции. В данном случае центр композиции. Чуть усилить звучание. Вот такое макательно-моделировательное. В центре поактивнее, на периферии поспокойнее. Значит, прям по моим следочкам попробуешь свою уложить, чтобы осязать эту. Этажность можно показать, когда передние облака своими теневыми, да? Теневыми заслонили дальние облака. И появились этажи ухода вдаль. Есть такое, да? Часто встречается. Этажи ухода вдаль. Вот они. К сожалению, когда ты рисовала вот этот, ты не посмотрела. Ты просто уже за компанию шапку наделай на него. А там он без зелени. И скалы, отдельно стоящие скалы в море, редко имеют такие шапки и зелени. До свидания. Да, счастливенько приходи. Хорошо. Немножко с розовиной все это. Такой седенькой розовиной. Немножко седенькой, неактивной. Вообще поразительно, как тебе удались камни, и как ты все-таки буксанула в остальных местах. Ну, понятно, я просто удивляюсь, как можно было так здорово сделать камни. Ну, мы все тут удивляемся. Чуть-чуть, смотри, цельный характер с некоторыми торчалочками. Причем, вот есть такой замечательный эффект. И ты, я думаю, в крымских горах такое встречала. когда рядок идет, рядок сосеночек. А потом они начинают... Вот такое встречала? Мы их ноги не видим, потому что ноги их очень тоненькие. А макушечки у этих сосеночек зеленые. Встречало такое? Ну, не вспоминается ничего подобное. Это, конечно, прежде всего касается переднего плана. В дальнем плане мы такое уже и увидеть не можем. Пытожжение. Ну, же, сейчас. Пытожжение. 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 Скалистый бирюшок. Чуть-чуть там есть контрастность. Рубленный характер камней. И мохнатенький характер деревцов. Чуть-чуть светленьких. Вот такими маканиями и рядочками спускающихся. Все вокруг это сплошные заслонения одного другими. Как и здесь заслоняют, так и здесь заслоняют, так и здесь заслоняют. Вот часть из них прямо ступенями ухода заслоняют одна другую. И в итоге появляется уход. Правда? Появился уход. Дополнишь немножко вот этим чверк и чирк густотой. Дополнишь. Идем. 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 Чуть на макушках цвет. То есть это не только белый, но и видишь теневой цвет этой пены. То есть теневой цвет и белый. И вот этот закрутелек волны, который тщится уже колесиком стать. А здесь пеночка аж коснулась. Аж коснулась. Есть такое, да? Аж коснулась. Вот такой дракончик укладки. И ее спиночка уже видна вот таким колесиком. Есть там такое, да? Аж вот таким колесиком. Все это подрезает темнота. Есть там такое, да? Угу. 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 Один. Горгат. Угу. Сюда вода съехала, буквально, съехала такой волной. Ой, какой глянец. И вот этот зигзаг следующей наступающей волны. Попробуем. 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 Смотрите, какой хороший край, согласны? То есть он сразу на переднем плане, сейчас мы еще и сюда вонзимся чуть-чуть. То есть неравномерно все очерчено, здесь очерчено, там недоочерчено. Немного там еще одна волна наступает. Где-то у нее посветлее, где-то менее. Значит, пощупать, доложить. Так, чтобы ровненько было, какого белого? Нет, синюшечку. Там совсем сладко. Вот конец. Ты видишь, я заслонил эту чуть ближе, ту чуть дальше, потому что ступени ухода. Угу. А вдруг сейчас я вот дальше внесла эту картину? Нет. Видите, уж даже не снять за мою картину. Утащу сейчас чужую. Так вот точно. Моя, да? Дворак, да? Ну да. Аккурин. Утоп. Аккурин. Ну да. Утоп. 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 Сместо. Утоп. Кистью дополнила, вернее кистью выровняла, мастихином подчеркнула, подчвякнула. А в субботу-воскресенье будет? Будет, будет, конечно. Всегда. Много народа? А сколько там народа? В субботу уже много, да. Ну как, 6 человек записалось. А на воскресенье пока только двое. А мы всегда почему-то думаем, что вы никогда не помните, когда вы нам отвечаете, вы говорите, хорошо, приходите. Да, это точно. А вы, оказывается, все помните. А вы, оказывается, все помните. Я стараюсь максимально... Дело в том, что есть те, которые не предупреждают о своих приходах. Ну что, сказать ему... Ну я пару раз пытался проговорить, что кто... Когда пришло 17 человек, я сказал, вот кто не позвонил. Хорошо. Давайте вы будете в ответе. Много вышло? Там они тают чуть-чуть, да? Эти облачечки тают книзу. Да. Облака больше выражены именно наверху. Вот это мы уже нарисовали. Да? Все. Спасибо. Спасибо. Спасибо.